Добрый день! Герой нашего сегодняшнего интервью Сергей Всеволодович Акулиничев, заведующий лабораторией медицинской физики Института ядерных исследований РАН. Поговорим о протонотерапии онкологических заболеваний. Здравствуйте, Сергей Всеволодович! Добрый день! Скажите, пожалуйста, правда ли, что в Институте ядерных исследований работает единственный в мире ускоритель с одноимпульсным режимом излучения? И что это значит? С одноимпульсными режимами ускорителей есть и в других местах. Наш ускоритель уникален в следующем направлении. Он позволяет за один импульс подвести всю терапевтическую дозу одноразовую, требуемую для подведения в одной фракции, и причем с нужной энергией протонов. Вот таких ускорителей, которые терапевтическую разовую дозу могут подвести за один короткий импульс, именно протонов ускорителей, я других не знаю. И, насколько я знаю, у вас проводятся эксперименты по облучению раковых клеток, но не на живых людях, а на культурах клеток. В лабораторном пластике мы облучаем опухолевые клетки и нормальные клетки. Сравниваем реакцию опухолевых и нормальных клеток на подведение дозы в разных режимах, в том числе в одноимпульсном режиме. И вот этот одноимпульсный режим подведения дозы протонами, дозы терапевтической в НЕСКО ГРЭЙ, мы реализуем, по-видимому, впервые с протоном. Терапия достигается за один сеанс, насколько я понимаю? Ну, возможно, достигается. Ведь в этом режиме еще никого не лечили. И это должны сказать врачи, оправдано ли это или нет, лечение за один импульс, за один сеанс, за одну фракцию. С одним импульсом. Но, по крайней мере, на уровне клеток мы показываем, что можно добиться полного разрушения опухолевых клеток при облучении одним импульсом. При этом нормальные клетки сохранятся при облучении в том же самом режиме и с той же самой дозой. Вот наш результат. Дальше должны врачи смотреть уже, насколько применима, насколько безопасна и эффективна такая методика подведения дозы, такой метод лечения. Правильно ли я понимаю, что существует флэш-терапия, которая в мире уже изучается, используется. И есть ультрафлэш-терапия, которая за доли секунды подводит дозу облучения к опухоли. И как раз-таки именно ультрафлэш-терапия, она уникальна для России и для мира. Получается, флэш-терапия требует где-то 10-15 сеансов, а ультрафлэш-терапия, ну, по положительным оценкам, одного сеанса и доли секунд. Правильно ли я? Нет, немножко не так. Значит, обычная терапия, лучевая терапия требует 10 или более сеансов. Протонная лучевая? Протонная лучевая терапия. Ну, называется не сеансы, а фракции обычно. Подведение дозы, это разовое подведение дозы, это одна фракция. Только обычная терапия, она подводит за 10-15, иногда 20 фракций, в зависимости от того, как врач определил методику лечения. Флэш-терапия, которая сейчас развивается во всем мире, она подводит всю дозу, может подвести за доли секунды. За полсекунды и меньше. Так, наша ультрафлэш-терапия, которую мы предлагаем здесь и исследуем, она подводит не за доли секунды, а за доли миллисекунды. То есть за 100 микросекунд. То есть она в тысячу с лишним раз быстрее подводит ту же самую дозу, чем обычная флэш-терапия. Правда ли, что удалось облучить даже клетки с резистентной опухолью? Вот, правда, совершенно верно. Мы облучили, мы облучали на сегодня вот три вида клеток исследовали. Опухолевые радиорезистентные, опухолевые радиочувствительные, то есть обычные и нормальные клетки. И оказалось, что радиорезистентные клетки повреждались в таком ультрафлэш-режиме гораздо сильнее, чем в обычном флэш-режиме. Ну, я не говорю уже про обычные радиочувствительные опухолевые клетки, они тем более тоже повреждаются. Но это не новый эффект, это наблюдалось и с обычной флэш-терапией. Так вот, даже радиочувствительные клетки при облучении одним импульсом за доли миллисекунды, они тоже вполне, так сказать, эффективно разрушались. А нормальные клетки меньше. Но мы, я подчеркну, исследовали пока только на уровне апоптоза. Есть несколько направлений путей гибели клеток. Это может быть некроз, разрушение мембраны и так далее. Один из важных путей гибели клеток – это апоптоз. Так вот, мы исследовали и получили вот эти результаты пока на уровне апоптоза. Мы должны теперь проанализировать более комплексную реакцию клеток на вот такой режим облучения. То есть не только апоптоз, который мы определяем с помощью цитометрии, но и исследовать гены, как они ведут себя, как они реагируют, экспрессию генов, в том числе генов апоптоза. И вот после того, как мы получим комплексный анализ реакции клеток на вот этот новый режим облучения, можно будет утверждать, что мы доказали наличие вот этого эффекта на клеточном уровне. После этого будут уже эксперименты с живыми организмами, с животными. А известно ли, какие механизмы стоят за тем, что раковые клетки настолько сильно реагируют на это облучение, на эту ультрафлэш-терапию? Вот исследования этого механизма как раз посвящены работой очень многих биологов последние несколько лет, 2-3 года. Этой теме была посвящена конференция, которая в начале декабря прошла в Испании, международная конференция, крупная конференция, посвященная именно раскрытию механизма флэш-эффекта. И сейчас мы анализируем материалы вот этой конференции, и возможно, так сказать, по ее итогам можно будет после анализа всех материалов, представленных на конференции, можно будет более определенно оценить важность разных механизмов вот этого флэш-эффекта. То есть пока сложно сказать, пока это остается загадкой, да? Пока загадка, однозначно, вот это нет. Но эффект наблюдают, а биологическая основа пока полностью не сформулирована окончательно. Как я уже сказал, вот флэш-терапии такой вот мощный, с высокой мощностью дозы терапии раньше не было. То есть она уже, это шаг, который появился только недавно в направлении развития лучевой терапии. А, кстати, почему он появился только недавно? Ведь ваш ускоритель частиц с чрезвычайно высокой интенсивностью излучения работает еще с 80-х годов. То есть задачу такую поставили только недавно? Ну да, не обратили внимания раньше. Считалось, что слишком высокая доза ничего не дает, только усложняет детектирование, измерение дозы. Поскольку ведь высокая мощность дозы, она, так сказать, требует новых методов контроля дозы. Поскольку стандартные методы дозиметрии с помощью ионизационных камер, они не очень хорошо работают, они насыщаются, захлебываются ионизационные камеры. Вот, мы, кстати говоря, и в этом направлении работаем. Сейчас мы уже испытывали первое испытание нового детектора, специально для флэш-терапии, разработанного в нашем институте, который детектора для измерения дозы протонов, для флэш-терапии. Мы продолжим в следующем сеансе работы по испытанию этого детектора, который очень важен. То есть флэш-терапия и новые методы терапии, они требуют новые методы детектирования. То есть это все взаимосвязано. Постоянно нужно развивать, совершенствовать эти методы. Совершенно верно, да. Так вот, действительно, это же не только ускоритель в Троицке позволяет флэш-терапию обычную. Многие ускорители позволяют. И в России есть такие ускорители, и в других странах. Наш ускоритель позволяет только ультра-флэш-терапию одним импусом проводить. А обычную флэш-терапию таких ускорителей достаточно много. Они тоже не обращали внимания на особую реакцию опухлевых и нормальных клеток на флэш-режим подведения дозы. Но это относительно недавно было замечено. Мы с вами находимся в центре протонной терапии. И складывается такое впечатление, что здесь должны быть пациенты. Но я их не вижу. Здесь на данный момент не проводится лечение пациентов, да? Не проводится. В данный момент здесь лечение вообще ни на одной лучевой установке не проводится. Ну, по ряду причин. Во-первых, на лечение на протонной лучевой установке мы еще не достигли того уровня, когда можно лечить пациентов. Поскольку мы работаем пока только с клеточным материалом. И после этого мы будем работать с животными, с живыми организмами, с животными. И только после того, как будет показана безопасность и эффективность нового метода облучения, тогда можно будет заявить себя и получить разрешение на работу, на клинические испытания с пациентами. Сколько лет может занять вся эта процедура? Ну, это измеряется годами. Это требует, кстати говоря, и специального финансирования. Потому что сеансы работы ускорителей очень дорогие. И энергозатраты, и затраты на расходы оборудования очень высокие. Но, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что это измеряется годами, ну, уж никак не меньше трех лет. Никак не меньше. То есть, а может быть и больше. Поскольку, ну, просто нельзя перескочить через определенные этапы. Этапы работы с клеточным материалом, с животными. И потом, соответственно, уже только с пациентами-добровольцами. Сергей Всеволодович, скажите, пожалуйста, а как пациенты могут попасть на исследования, подобные вашим, в качестве добровольцев? Ведь, наверняка, желающих уже много. И, возможно, записываться нужно уже сейчас. Ну, во-первых, протонно-лучевая терапия действует в нескольких местах, по крайней мере, в трех местах в России. И на эти установки направляют пациентов врачи. Когда врач видит, что данному конкретному пациенту целесообразно провести протонно-лучевую терапию, когда он это решает, то он через свою больницу или через свой институт, свое медицинское учреждение направляет в соответствующий центр протонной терапии. Вот у вас же будут проводиться исследования ультрафлэш-терапии, мы надеемся, через несколько лет, на добровольцах, на людях. То есть этих добровольцев тоже врач должен будет вам отправить? Конечно. Выбирает только врач, поскольку врач решает, какая оправдана методика лечения для данного конкретного пациента. Сам человек не может записаться, если он захочет. Направляет только врач. И врач должен и отвечать за это лечение. Более того, вот эта установка, она должна быть лицензирована, она должна иметь разрешение даже на проведение клинических испытаний с добровольцами. То есть недостаточно одного желания пациента. Должно быть и решение врача соответствующее, и должна быть лицензия, разрешение на проведение клинических испытаний на данной лучевой установке. Вот такая вот, ну эта практика, она выработалась веками уже, она оправдана. Иначе можно натворить, как говорится, желая сделать лучше, можно сделать хуже. Сергей Всеволодович, спасибо большое за очень интересную беседу. Спасибо. Спасибо.